В интернете собирают подписи под петицией, которые призывают размещать неграждан Латвии и граждан России на отдельных территориях, под надзорных МВД и службам безопасности. Таким образом, ее авторы хотят уберечь страну от российской угрозы. Одновременно начался сбор подписей и против этой петиции. Петицию зарегистрировал на сайте 5-й ЦСКОМ 14 апреля некто Касперс Межевилкс из Риги. В ней всех, по мнению автора нелояльных представителей 5-й колонны, предлагается разместить на подконтрольных МВД и спецслужбам территориях и проверить на предмет враждебности к Латвии. Нелояльными представителями 5-й колонны автор считает граждан России и латвийских неграждан. В качестве положительного примера борьбы с русской угрозой в петиции упоминаются усилия премьера Лаймдоте Страуиме и спикера Сейма Инары Мурницы. Эта петиция неприемлема. Она призывает к созданию анклавов по государственной и этнической принадлежности. В демократической стране это неприемлемо. В мире подобные сценарии были, и они оказались неудачными. Надо сделать другое — прекратить продажу видов на жительство в обмен на покупку недвижимости. Правозащитник и депутат Сейма Борис Целевич петицию считает ничем иным, как провокации. Конечно, то, что они предлагают, — сделать категорически. Нельзя людей лишить свободы, ограничить их передвижение только на основе их гражданства. Нельзя наказывать коллективно. Это даже в случае войны, даже в случае чрезвычайного положения. В свою очередь, вчера вечером латвийский публицист Вадим Гиллес на сайте Petitsescom разместил свое обращение к жителям Латвии, требуя призвать к ответу авторов петиции. Впрочем, полиция безопасности нам сказали, что для этого нет оснований. Конечно, эту петицию можно оценивать по-разному. Но если смотреть с позиции уголовно-правовой, состава преступления нет. Там нет призыва выступать против какой-то определенной этнической группы. Так что нет оснований говорить о разжигании национальной розни. Сегодня под петицией стоит уже почти полторы тысячи подписей. Под призывом призвать ее авторов к ответу 26.